Музыка Позвольте представить арт-фотографа, тренера Юрия Шалимова. Поаплодировать, потому что он тоже дебютант на нашей сцене. Позвольте представить арт-фотографа, тренера Юрия Шалимова. Давайте тогда чуть познакомимся. Сначала пару вопросов к вам. Есть ли здесь люди, у которых творческая профессия? А почему-то все творческие люди сзади сели. Ну что же вы так быстро руки-то опустили? Я даже посмотреть не успел. Ну так, процентов 20. Замечательно. А есть ли те люди, которые находят какие-то элементы творчества в вроде как нетворческой работе? Тоже есть. Вот тоже замечательно. Вот наши люди. На самом деле, вот та тема вдохновения, с которой я сегодня приехал, она максимально широкая и будет интересна абсолютно всем. И я надеюсь, вот что те люди, которые ни разу руки не подняли ни на первый вопрос, ни на второй, они найдут, куда это вдохновение прислонить в своей жизни. Ну, во всяком случае, я очень на это надеюсь. Теперь пару слов, почему я приехал сюда и почему я буду рассказывать про вдохновение. Я вместе с вами посмотрю на этот феномен с двух сторон. С одной стороны, я фотограф и профессионально занимаюсь фотографией с 10-го года, то есть уже почти 10 лет. Мои работы получали медали, ну, там, больше, чем на 20 крупных международных конкурсах. У меня проходили персональные совместные выставки в Европе, в России. То есть я, как пользователь, очень хорошо знаю, что такое вдохновение. Потому что все это вот как-то без вдохновения тяжело. Тяжело сделать. Это с одной стороны. А с другой стороны, я занимаюсь серьезно психологией еще дольше, чем фотографией. Я мастер НЛП, я международный тренер НЛП. Несколько лет я изучал, ну, скажем так, структуру личности в интегративном подходе. То есть я примерно понимаю, что происходит внутри человека. С психической точки зрения. И вот мы будем смотреть на вот это явление, на вдохновение. И вот с этой стороны тоже. Второй момент. Я в течение нескольких лет вел курс тайно-творчества. Это такой годовой курс большой в Москве. Для обычных людей. И мы там учили привносить людей радость творчества в обычную жизнь. И я смотрел, как у людей меняется жизнь на протяжении года. Как они начинали испытывать вдохновение. И это тоже была такая очень хорошая, как это сказать, наблюдательная база. Вот при этом результаты курса были разные. Например, несколько людей вот за этот год обучения прошли путь от первого осознанного снимка до медалей на международных фотоконкурсах. У одной девушки после курса ее работы висели в Центральном доме художника в Москве. Это здание Новой Третьяковки. Ну, это одно из таких самых серьезных выставочных залов в Москве. Одна девушка, кстати, книжку стихов выпустила после нашего курса. Еще с такими сюрреалистическими картинками. То есть каждый реализуется в чем-то своем. Ну, и третий, последний, наверное, такой вводный момент. Я не говорю какой-то истины. То есть вот то, о чем я сегодня буду рассказывать, это мой опыт. Опыт моих учеников, моих коллег. Какие-то знания, я довольно много чего прочитал про психологию творчества. И в какой-то момент понял, что все пишут примерно про одно и то же. Ну, каждый писатель почти в 20 веке считал, естественно, своим долгом на эту тему высказаться. Ну, я говорю о том, что проверено прежде всего моим опытом. Поэтому, если вы не согласны, это я опять же тонко намекаю. Давайте говорить после лекции вживую на эту тему. Так, начнем. Начнем мы, как водится, с определения. Что такое вдохновение? О чем мы, собственно, сегодня будем говорить? Ну, любой деятель искусства на эту тему что-то сказал. Некоторые, и таких людей большинство, как Паустовский, сказали что-то такое красивое, но для нашего исследования сегодня довольно бесполезное. Ну, вот что вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро. То есть понятно, что это что-то приятное. Но что нам с этим делать, не очень понятно. А вот Петр Личаковский уже ближе к делу говорит. Он говорит о том, что вдохновение ускользает, не дается, и что артист, художник должен как-то находить с ним общий язык. Ну, он пишет про лень, я про лень не очень согласен, но пусть это будет на его совести. Белинский пишет, что вдохновение нужно не только людям искусства, а и ученым, и ремесленникам, и это очень верно. То есть вдохновение это то, что действительно нужно всем нам. Чуть попозже я расскажу почему. Ну, и, наконец, Флабер сказал про то, что весь талант – это подчинить себе вдохновение, установить с ним какие-то такие понятные отношения, потому что муза то является, то не является. Ну, непорядок какой-то. Вот. Но формальное определение, из которого мы будем исходить, где вообще современный человек ищет какие-то определения? Конечно же, в Википедии. И, собственно, то определение, которое дает Википедия, меня устраивает. Я надеюсь, оно и вас устроит. То есть вдохновение – это особое состояние человека, которое характеризуется высокой производительностью и огромным подъемом и напряжением сил. Ну, дальше написано, что оно является типичной чертой творчества. Вот, собственно, вот мы сегодня будем исходить из этого определения. Еще пару таких вводных моментов. Википедия, в частности, пишет, что вдохновение – это удел избранных, что это нечто такое, что доступно только гениальным людям, а, дескать, обычные люди, как родились без него, так и умрут. Вот я с этим категорически не согласен. В античности вообще считалось, что помогает создателю творить, скульптору, художнику, поэту, дух. В Древней Греции этих духов называли демоны, в Древнем Риме этих духов называли гениями. И, кстати, человека первый раз назвали гением самого человека в эпоху Возрождения, значительно позже. А до этого гений был это, ну, вот вы скульптор, у вас мастерская, там живет некий дух, и получилась у вас скульптура, ну, дух помог. Не получилась скульптура, ну, дух подкачал. И, в принципе, мне разговоры про то, что вдохновение – это нечто божественное, они кажутся вот-вот примерно такими разговорами про гениев, которые живут в наших мастерских. На самом деле все не совсем так, и вдохновение – это то, что испытывал каждый человек. То есть, ну, давайте посмотрим еще раз на определение. Вы же, наверняка, каждый из вас испытывал вот такое состояние подъема, когда все получается, когда все силы ваши сконцентрированы на решении какой-то задачи, которая вам нравится. То есть, вот есть люди, которые этого никогда не испытывали? Нет, вот никто руку не поднимает. Ну, да, я таких тоже не встречал людей. То есть, это то, что каждый человек в своей жизни так или иначе испытывал. Вопрос в том, насколько вы часто в это состояние попадаете, и насколько по своей воле, и что вы в этом состоянии делаете. Вот. Еще чуть-чуть про вдохновение, ну, так сказать, с точки зрения пользователя, чтобы получше определить то, про что мы сегодня говорим. Ну, во-первых, вдохновение мы можем использовать, испытывать только в процессе деятельности, только когда вот мы чем-то занимаемся, причем довольно сложный, когда вот все наше внимание направлено на эту деятельность. может быть, и есть талантливые люди, которые могут испытывать вдохновение, вдохновенно сидеть на диване, или там лежать в кровати, но, честно говоря, я не знаю, я таких не встречал. В этом состоянии у вас все, вам кажется, очень легко получается, и вы такой властелин мира. То есть, у вас действительно вот все получается. Это очень здорово. Иногда получается даже невозможное. То, что в другом состоянии, без вот этого подъема, у вас бы никогда не получилось. Мне очень нравится фраза Иосифа Бродского. Он в свое время сказал, что поэт за секунду может оказаться там, куда философия будет доходить столетиями. Ну, это как раз вот, как я эту фразу понимаю, поэт с вдохновением доходит туда, куда люди без вдохновения будут идти очень долго. Ну, также теряется там счет времени, но это не очень важно для нас сегодня. Иногда есть такой феномен, когда люди в этом состоянии говорят, «Ну, я как будто вот что-то придумываю, не я». То есть, стихи из меня как будто идут. Там, картины рисуются, как будто моей рукой кто-то водит. Вот кто-то испытывал такие какие-то ощущения когда-нибудь? Вот. Ну, вот испытывали все-таки люди. Замечательно. А я сделаю маленькую рекламную паузу. Вот та книжка, которую я рекомендовал, которую как-то там можно выиграть. Какой-то репост где-то там сделав, я не знаю. Это очень хорошая книжка. Это такой пошаговая стратегия развития своих творческих способностей. И я использовал эту книжку вот в своем курсе вот этом годовом. И моя замечательная жена ее тоже проходила. Она у меня человек очень тщательный. И она вот проходила. Там каждую неделю надо выполнять определенные вещи на протяжении, по-моему, 12 недель. Вот проходит, проходит. Я как-то более занятой, я как-то менее обращал на книжку внимание. Она прям серьезно, каждый день, методично подходит, делает. И вдруг, я смотрю, не делает. Два дня не делает, четыре дня не делает. Я спрашиваю, что такое? Она говорит, из меня вдруг начали стихи вываливаться. Вот сами по себе стихи вываливаются. И такое ощущение, что это совсем не я. Я испугалась и все бросила. Вот так что книжка опасная. Но интересная. Так. Ну, то есть получается, что с точки зрения пользователя вдохновение, с одной стороны, очень приятное, с другой стороны, полезное, потому что вы можете сделать очень много в этом состоянии. И никаких побочных эффектов. Согласитесь, здорово. Но не всегда. Я различаю такое невротическое вдохновение и вдохновение из здоровой части. Вам вообще видно, что там написано? Видно? Видно? Хорошо. Ну, то есть невротическое вдохновение – это вдохновение такое из дефицита. То есть вам плохо. Ну, предположим, у вас произошло в жизни какое-то несчастье или вообще не очень гармоничный человек. А вот когда вы входите в состояние вдохновения, это как отдушина. Вам там становится хорошо. Вы что-то делаете, потом возвращаетесь обратно и вам опять плохо. Ну, например, меня бросила жена, предположим. Я написал цикл сонетов. Таких вот хороших. То есть пока я пишу сонеты, мне хорошо, потом я сонет писать заканчиваю, возвращаюсь и мне опять плохо. Естественно, что я стараюсь? Опять туда войти. Но вдохновение – это состояние, требующее напряжения сил. То есть в нем нельзя находиться долго. Поэтому в какой-то момент я организм говорит, нет, туда не хочу, у меня уже сил нет. А мне плохо. Соответственно, что я… Ну, как правило, человек тут начинает себя стимулировать алкоголем, наркотиками, всякими другими приятными вещами. И вот этот вот круг, вот эта зависимость от вдохновения, она формируется у человека и, ну, приводит в итоге к распаду личности. И, к сожалению, в XIX веке, ну, и не только в XIX веке, очень много таких примеров есть. Есть и в русской культуре, и в европейской культуре. В восточной культуре там все чуть по-другому, но я про нее меньше знаю. Вот что касается европейской и русской культуры, то далеко ходить не надо. С другой стороны, вот тема про здоровое вдохновение, не от дефицита, а от избытка, она намного более скучная тема. Ну, что это такое? У вас все хорошо, у вас много сил, и вы думаете, а не сделать ли мне такую штуку? Вы делаете эту штуку, возвращаетесь в свое обычное состояние, и вам дальше опять хорошо. Ну, никаких страданий, никаких вот этих вот, никакой романтики. Кстати, есть люди, которые совмещают, деятели культуры, которые совмещают себе и первый, и второй тип, но, например, Александр Сергеевич Пушкин, у него были удачные периоды, когда он из вот своей бешеной энергетики творил, и, к сожалению, из невротической вот этой части тоже было сделано довольно много. Вот, и сегодня все наши разговоры про здоровое вдохновение. Если, как бы, вы хотите из дефицита жить, ну, я не знаю, потому что это все-таки про довольно несчастную жизнь. Человек может много создать, но сам по себе он будет несчастен. А я как-то зато, я лично, я вот, я фотограф, но я значительно больше хочу прожить обывательски счастливую жизнь, нежели оставить след фотографии, чтобы мои фотографии там смотрели потомки. Ну, это мой выбор. Так. Давайте разбираться, как, что это, что это такое и как в это состояние замечательное попадать чаще. И я ваше внимание акцентирую на том факте, что вдохновение – это состояние. А значит, этим состоянием можно управлять, как и любимым другим. Ну, вы все умеете управлять состояниями. Ну, предположим, там есть девушка, когда приходит муж домой, муж приходит злой. Ну, день не очень, да. А у девушки тоже с неба идет дождь, настроение плохое, и муж прям с порога что-то такое ей говорит, там, про холодные котлеты, например, да. И, естественно, хочется ответить. Хочется ответить так, чтобы вот муж понял, как он неправ. Но, и будет большой скандал, и все такое. Но если тут девушка поведет себя умнее, сдержится, покормит голодного добытчика, ну, глядишь, через час они пьют вино, смотрят любимые сериалы, у них все очень хорошо. Вместо скандала. Правда, хорошо? То есть мы тут своим, вот это вот, свое состояние агрессии, зло, мы как-то им управились так, что не стали транслировать его наружу. С другой стороны, есть ситуация, где вот это состояние злости, оно наоборот очень продуктивно. Ну, например, когда я последний раз был в своей районной поликлинике в Москве, там по-другому нельзя. Может, у вас тут в Тольятти другие поликлиники? Вот, судя по смеху, нет. Ну, в общем, там эту злость надо даже чуть-чуть подкачать себя, да, вспомнить, что там муж вчера сказал, придя с работы, и тогда вы будете эффективны. И своим состоянием каждый из вас, опять же, управляет. Только вопрос в том, делаете ли вы это осознанно, или это как-то само происходит. Ну, это как колонка в идеале. То есть состояние можно включить, выключить, увеличить интенсивность, уменьшить интенсивность. И понятно, что если вы это делаете осознанно, вы это делаете намного лучше. Потому что альтернатива у нас простая. Либо вы управляете своим состоянием, либо состояние управляет вами. То есть вас понесло, и вот уже вас несет. И вы с этим ничего не можете сделать. Это как, знаете, как серфер с волной. Либо вы ее оседлали на ней, красиво так, на гребне, куда-то там плывете, либо вы в ней захлебнулись. С состояниями то же самое. Но вот тут, внизу, я написал примечание. Это очень важное примечание. И как всегда во всяких контрактах, оно написано мелким шрифтом, чтобы никто не увидел. А там написано, что на 100% управлять нельзя. И это, к сожалению, правда. То есть все-таки наше эмоциональное состояние – это не колонка. Будем честны. То есть иногда, ну, предположим, та же ситуация. Муж приходит с работы, а вы настолько слабы, что не смогли сдержаться. И наговорили в ответ всего хорошего. Иногда обстоятельства такие. Ну, например, если вы хотите испытывать расслабленность и просвещенность, когда едете по утрам на работу в переполненной маршрутке, ну, скорее у вас это не получится. Потому что, будем честны, возможности человеческой психики все-таки ограничены. Но если вы даете себе труд с состоянием управлять, у вас это получается лучше, чем у тех, кто просто плывет по течению. И согласитесь, если вы в 50% случаев, скажем, у вас получается там как-то прийти туда, куда вам надо, это очень хороший прогресс. Если вы в 50% случаев попадаете в состояние вдохновения, это лучше, чем если вы в него вообще не попадаете. Поэтому состояниями управлять можно, если вы это делаете осознанно, у вас это получается лучше. Так, хочу, он не переключился. Вот. Ну, а вдохновение – это состояние, им тоже можно управлять. И сейчас мы поговорим о факторах, которые помогают перейти в состояние вдохновения. Но опять же мы говорим о вероятности, не о том, что есть где-то чудо-переключатель, на который вы нажали и перешли куда вам надо. Понятно, что это вероятность. Ну, скажем так, если вы хотите расслабиться, то приятная и медленная музыка и ванна с маслами вам повысят вероятность, что вы расслабитесь. Так же и с вдохновением. Вот я нашел целых 12 пунктов. Вот. И сейчас мы про них довольно подробно поговорим. Ну, первый пункт, он довольно очевиден. Тем не менее, люди его часто пропускают. Чтобы испытывать вдохновение, человек должен быть здоровым и сильным. Потому что мы помним, что вдохновение – это напряжение всех сил. И если, скажем, у вас грипп, ну, силы нужны для того, чтобы выздороветь организм, а не для того, чтобы тут что-то стихи какие-то писать. Правда? Тем не менее, вы можете попасть в это состояние. Но тогда вы будете и взлететь над землей. Но тогда вы будете растращивать такой неприкосновенный запас энергии и потом свалитесь глубже. К сожалению, я очень хорошо это знаю на своем опыте. и ничего хорошего в этом нет. То есть я советую сначала выздороветь, а уже потом что-то там что-то там придумывать. Вот. Если вы… Иногда бывает, что у вас просто… Ну, просто вот действительно сейчас очень низкий энергетический тонус, и вы вроде как здоровый человек, но нет у вас сил вот для того, чтобы туда идти. В нем лучше не будет. То есть лучше сначала как-то отдохнуть, съездить куда-нибудь. Второй пункт – это внешняя поддержка. Как вы думаете, если вы приходите домой, у вас горят глаза, вы хотите написать симфонию, или открыть новый бизнес. А жена вам такая говорит, ну, какой ты гений у тебя, вон этот… Ты свет в туалете не гасишь. И вообще в грязной обуви прошел в комнату. Ну, какой ты гений. Понятно, что после таких слов руки опускаются, и хочется… Что хочется? Да ничего уже не хочется, правда? Хочется пойти и выпить книгу. Вот. И на самом деле люди, которые вас поддерживают, которые действительно верят в вас, которые говорят, что получится, это очень сильная поддержка. Вот. Мне, например, так повезло с женой. Я как-то увлекся действительно серьезно фотографией после того, как с ней познакомился, потому что она очень меня поддерживает. Она говорит, что вот когда мне что-то не получается, она говорит, что получится. она всегда выслушивала и иногда бредовые идеи. То есть это вот действительно очень большая поддержка. И вот этот ближний круг людей, который вас окружает, он с одной стороны может очень здорово вам помочь в реализации ваших планах поддержать вас над землей, да? А может наоборот придавить так, что вы… что у вас не получится ничего. И тут хороший способ задуматься, хороший момент задуматься о том, каких людей в вашем окружении больше. Тех, которые вас поддерживают, те, которые… у которых горят глаза от того, что у вас горят глаза, или те, которые говорят, ну, не знаю, у тебя со школы ничего не получалось, а что оттуда вдруг получится? и в принципе круг окружения может меняться. И вот это вот вдохновение, оно передается от человека к человеку. То есть, если вы встречаетесь с человеком, у которого горят глаза, они у вас тоже загораются, и вы тоже уже готовы что-то переворачивать горы. Ведь правда? более такой широкий круг это подумать на тему того, как вы относитесь к миру. То есть, считаете ли вы, что мир это такое враждебное и недружелюбное к вам место, либо мир только и ждет, что вы придете со своей картиной, со своими стихами, со своим новым бизнесом. И если вы верите, а это вера, если вы верите в то, что то, что вы делаете миру нужно, то, естественно, шансов быть в состоянии вдохновения у вас намного больше. Если вы считаете, что все равно то, что вы и то, что вы делаете никому не нужно, ну, мотивация исчезает. Но, естественно, никто так не портит человеку жизнь, как он сам. И от себя самого человек убежать не может. Представляете себе ситуацию? Клод Мане выходит в Живерни рисовать кувшинки. Значит, идет с этюдником, а в голове у него вертится такое дело, ну, что, ты пошел опять рисовать свои кувшинки, ну, не надоело еще, ты ни одной работы своей не продал и не продашь, потому что это мазня. Вот, Делакруа, посмотри, вот он, он художник. Ренуар, даже Ренуар продает какие-то картины, потому что он людей рисует. А ты вот опять идешь рисовать эти кувшинки. Так еще на самом санцепюке встанешь и получишь к обеду солнечный удар. Ну, что может получиться после такого диалога? Понятно, что, опять же, все, что можно сделать, это собрать этюдник и опять пойти пить коньяк. Кстати, есть люди, у которых такие диалоги в голове происходят? Ну, похожие. Чего нет? Нет, есть, есть люди. Ну, той или иной степени тяжести у большинства все-таки нет. Какая счастливая аудитория. Потому что проблема с внутренним критиком, она очень такая широко распространенная. И она подрубает на корню очень много инициатив. А вообще эта тема для большого такого отдельного разговора, но несколько слов я скажу. Что делать в такой ситуации? Ну, во-первых, игнорировать его нельзя. Это часть нас, и она по-своему хочет нам подобрать. Поэтому надо устраивать с внутренним критиком какие-то отношения. и хуже всего делать вид, что его просто нет. То есть, значит, он вам это говорит, про то, что вы мазь него, а вы продолжаете соединить критик, кувшин. вот это не работает точно. Почему? Предположим, ситуация. У вас ребенок дома рисует на обоих, на дорогих, которые вы вчера поклеили. Вы ему говорите, не рисуй на обоих. Он не слушает, продолжает рисовать. Игнорирует вас. Что вы сделаете? Скажите громче. Может быть, даже закричите. А он продолжает. Ну, дальше различные варианты. Понятно, что внутренний критик, без вашего внимания, он это все сильнее и сильнее вам вот это все кричит. Более того, иногда он говорит дельные вещи, но просто не вовремя. Потому что, может быть, я действительно рисую картины, которые коммерчески сейчас не очень реализуемы. Но говорить это мне, когда я иду их рисовать, это неправильно. Правда? Вот. Поэтому хороший способ это сесть и записать все, что он вам говорит. Вот просто вот. Я бездарность, у меня ничего не получается. я хочу выпустить новые творожки, они никому не нужны. Ну, вот все, что он вам говорит, вы пишете в реальном времени. И когда вы это написали, это вас на время отпустит. Обязательно. Потому что вот когда оно в голове, оно крутится по кругу. Вот те, кто поднимал руки, меня поймут. А когда вы написали, в какой-то момент это закончится. ну вот все. И дальше уже можно посмотреть, что с этим делать. Но очень важно, чтобы момент творения, вот в этот момент внутренний критик молчал. А это значит, надо его послушать до этого момента. Есть такая стратегия творчества, которую приписывают Уолту Диснею. она как раз там такой ключевой момент, что там три роли мечтатель, реалист и критик. И очень важно их разделять. Ну это такая стратегия креативности. Сначала мечтатель накидывает идеи, потом реалист думает как их реализовать, а потом критик ищет там узкие места. И потом мечтатель на втором круге опять же думает как эти узкие места побороть, ну и так далее. И получается работающая модель. Но тут ключевой момент состоит в том, чтобы когда говорит мечтатель, критик молчал где-то там. И вот это очень важно. Поэтому с критиком надо дружить и ни в коем случае не думать, что это что-то такое чуждое и бессмысленное. так четвертый момент тоже очень важный что ну я уже говорил что вдохновение мы испытываем в процессе причем в таком вот очень концентрированном процессе и если мы от процесса на что-то отвлекаемся вдохновение уходит ну например если мы начинаем думать о результате что у нас получится повесит ли эту картину в третяковской галерее или все-таки нет а или в лувре пока мы об этом думаем хорошая мысль но вдохновение ушло либо мы определяем хорошо это получается или нет тоже вдохновение ушло то есть вот мы в процессе и мы просто вот в нем существуем делаем то делаем то что делается такое ощущение что вот нас вот этот поток он поднимает и несет и как только мы задумываемся о результате мы мгновенно падаем на землю в этом плане очень трудно быть в состоянии вдохновения когда у нас какой-то дедлайн потому потому что если у нас жесткий срок поставлен что вот наша картина через три дня должна быть готова ну скорее всего ее придется рисовать без вдохновения потому что вот этот жесткий срок мы должны думать о результате который должен быть к этому сроку и это вот это наслаждение от процесса оно убирает вместе с вдохновением к сожалению поэтому всегда желательно дать себе достаточно времени ну например мне через полгода надо написать книгу да и кстати у авторов это довольно частая история когда человек пишет первую книгу в удовольствие ну там девушка работает бухгалтером а в перерывах пишет книгу она пишет хорошую книгу которая выстреливает и редакция заключает с ней контракт на вторую книгу и вот в этом моменте у нее наступает полный ступор именно потому что у нее есть дедлайн и она думает о результате какой из этого выход ну я про это еще чуть позже скажу в общем-то вы любую работу должны уметь делать и без вдохновения и это вот единственный выход очень хорошо я неоднократно наблюдал действует игра то есть вот испытать вот этот подъем легко когда мы играем когда мы несерьезны ну что такое игра это когда мы к результату нашей деятельности относимся очень несерьезно но играем мы например настольный хоккей ну но есть наверное люди которые готовы за эти очки удавиться но в основном в настольный хоккей люди играют ради удовольствия да или там настольный теннис или футбол ну футбол по-разному бывает ладно и вот это вот несерьезное отношение то что мы играем мы тут все равно получаем удовольствие от процесса она очень помогает вдохновению ну и собственно я хочу всем вам задать вопрос и как-то так предложить вам поанализировать насколько вы отдаетесь процессу в каких занятиях и если ну такие занятия есть может быть как-то стоит подумать о том чтобы сделать их профессии потому что любимая работа как раз из этих занятий строится но по-моему про это я поговорю в следующем пункте точно следующий пункт это вдохновение возникает когда мы делаем что нравится тоже довольно очевидная вещь либо когда мы делаем то в чем для нас есть ценность это разные вещи давайте я проиллюстрирую ну вот например у меня есть ценность преподавания я сегодня чтобы сюда к вам приехать встал в 6 утра это не очень я не люблю вставать рано если что но я это сделал с удовольствием потому что у меня есть ценность вот что-то вам рассказать то же самое с детьми скажем если у вас есть ценность детей то вот эти все бытовые неудобства особенно первых лет там с пеленками совсем 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 но это невозможно вынести если ценности нет и кстати люди которые заводят детей только потому что надо потому что время потому что что-то произошло очень часто вот в это влетают ничего хорошего из этого не получается ну а нравится это просто я вижу красивый закат из окна мне нравится я беру камеру начинают снимать то есть мы испытываем вдохновение можем испытывать вдохновение либо когда мы делаем что нам нравится ситуативно либо когда мы делаем то в чем для нас есть ценность большая поэтому если вы хотите в работе испытывать вдохновение желательно чтобы вы видели в ней какую-то ценность ну помимо того что я получаю деньги каждый месяц еще какую-то для людей а кстати есть люди у которых работа любимая ну вообще да да интересно это аплодируют вот сами люди которые поднимали руки или вот другие которые не поднимали руки так а есть люди которые хотят мечтают в будущем поменять любимую работу нелюбимую работу на любимую не не все остальные а вот остальные интересно ну давайте я про пару слов про любимую творческую работу тоже скажу потому что это очень такая интересная тема во-первых ну через меня просто прошли наверное ну сотни точно людей которые хотят свою нелюбимую работу поменять на фотографию ну у кого-то это получилось у кого-то это не получилось по разным причинам то есть запрос это довольно частый и тут очень много иллюзий ну первая иллюзия связана с тем что вот какая работа любимая там фотограф дизайнер блогер ну какая-то такая артист а я дескать занимаюсь каким-то скучным делом и что мне теперь делать на самом деле люди получают кайф от самых разных вещей например у меня был бухгалтер девочка и она мне с таким вот с горящими глазами рассказывала она говорила у тебя фигня у тебя простой случай а вот там другие клиенты я им такую схему придумала как там от чего-то там уходить что-то там что-то там делать куда-то уводить потом приводить я не называю ее фамилию вот у человека горит горит глаз ему действительно классно от своей работы хотя ну что можно придумать скучнее бухгалтерия вот на мой взгляд либо например свое время у меня была тойота и был и был сервис и был механик на сервисе который не просто вот механик который там масло поменять а у него опять же горели глаза когда вот ты приезжал к нему не колодки поменять а когда там у тебя что-то стучит или там двигатель работает как-то не так у него глаза загорались и он как к кроссворду к этому относился я помню он мне залезал в багажник у меня там что-то где-то гремело мы там ездили по каким-то ямам он там слушал в общем человек на своем месте человек на своем месте ему нравится то что он делает ну и в принципе мне кажется у такого человека жизнь намного гармоничнее чем у руководителя какого-то департамента но который не на своем месте ну и вот этот вот более того вот этот вот механик он ну наверняка испытывал вдохновение мы с ним на такие темы не говорили но вот у него вот эти вот озарения случались что вот давай а там наверное вот это то есть вот именно как раз вот этот вот подъем так что мне кажется что любимой работы хватит на всех важно только вот это вот это вот занятие найти но тут есть иллюзия что любимая работа это сплошной праздник радуги на небе розовые единороги пляшут на вашем рабочем месте это не так любимая работа это довольно много рутины это обязательства и вы должны уметь делать самую любимую работу без вдохновения то есть если оно пришло это здорово мы в нем что-то там делаем если оно не пришло но у нас есть обязательства перед людьми мы делаем вот то как мы это умеем и профессионалы отличаются от любителя тем что он может выдать некий вот такой гарантированный результат пусть не на пятерку с двумя плюсами но хотя бы на на пять с минусом так ну вот я сказал на то что не полагаться в работе на вдохновение но к этому надо стремиться и в принципе хорошая жизнь очень во многом как раз определяется тем а вот сколько процентов времени вы делаете то что вам действительно нравится или в чем есть ценность и это такой очень хороший способ задуматься ну это уже не совсем про вдохновение так следующий момент человек испытывает вдохновение вот этот подъем только когда есть интерес когда он что-то делает новое и тут большая проблема для профессионалов то есть если я фотограф я снимаю портреты снимаю одно и то же в начальной когда я прихожу в процессе в профессию мне это интересно а потом мне становится скучно я все входы и выходы знаю становится скучно вдохновение нет и ну я как как профессионал не расту и это все не очень а ну вот кстати пример тут вот вот эти книги я подписал все 10 нет 8 их почему-то осталось в общем все две уже куда-то делись вот все эти 8 книг подписал мне сказали ну ты подпиши все одинаковые дескать вот что это там но мне скучно писать 8 раз 10 раз одно и то же поэтому я подписал их по-разному просто потому что это интереснее я там сидел в гримерке мне как-нибудь себя развлечь надо было вот я подписывал их по-разному они по-одинаковому я привнес в этот процесс новое у меня один знакомый он геофизик научный сотрудник он работает на кафедре там все вот эти ученые советы это все неимоверно скучно и там у них был один аспирант который писал доклады в стихах просто вот от начала и до конца пятистопным ямбом так вот или амфимбрахием еще хуже ему интересно ему интересно у него подъем и если вам все равно какое-то дело надо делать ну так уж получается то ну найдите в этом какое-то что-то новое такой ключевой момент довольно важный но для этого должно быть время ну например фотограф тут очень каждый кулик свое болото хвалит фотограф очень хорошая профессия потому что мы всегда можем придумать снять какой-то творческий проект с тем чтобы потом получить от него какие-то долгосрочные бонусы нам в этом плане легко а вот бухгалтеру наверное придется действительно квартальные отчеты сочинять в стихах или там писать римскими цифрами я не знаю вот на своем на вот этом своем большом курсе очень важный такой момент обучения мы учили искать новое в обыденности то есть ну понятно что если вы поехали в Тоскану там любой дурак снимет хороший пейзаж вы выходите точнее даже не выходите из гостиницы вы высовываетесь из гостиницы в окно и делаете шедевр а вот вы попробуете это снять у себя в городе и тут дело не только в том что город другой дело в том что вы на отдыхе вы смотрите другими глазами более внимательными более любящими вот на эту самую Тоскану и если посмотреть вот этим внимательным любящим взглядом на Тольятти на Москву ну наверняка можно найти очень много интересного и это великий навык потому что очень много искусства в 20 веке идея настолько простая что ты когда это смотришь ты думаешь почему же я бы я не додумался это как раз вот про найти найти что-то новое в обыденности хороший навык он очень хорошо и очень легко кстати тренируется там например вы можете взять мобильный телефон и пойти поснимать ваш город там как инопланетянин или как Карлсон который живет на крыше или как человек который первый раз в жизни открыл глаза и что-то увидел скажем вы всю жизнь были слепы и вот вы выходи и вдруг все вы это видите вы же посмотрите на это другими глазами вот следующий пункт а следующий пункт это вдохновение если его не питать внешними впечатлениями какими-то оно чахнет оно чахнет человеку становится жить скучно и там уже не до вдохновения при том что источники вот этих новых впечатлений могут быть у каждого свои у кого-то это кого-то вдохновляют фильмы кого-то вдохновляют там какие-то мотивационные ролики путешествия общение с новыми людьми это все то это такое знаете топливо для вдохновения которое потом можно во что-то переработать вот скажем с Мерсет Моем он целенаправленно ездил за характерами он если вдруг кто не знает жил в Великобритании ему очень повезло потому что на тот момент Великобритания имела огромное количество колоний он покупал билет ну скажем куда-нибудь куда-нибудь там в Индию или в Азию сначала он туда две недели плывет на пароходе общается с новыми людьми и на все на это смотрит там он тоже гуляет смотрит он так это и называл я поехал за характерами кстати потом на него обижались что кого-то он там показывал буквально ну в общем не меняя ничего ни одной буквы в этом слове и это очень важно и очень надо очень четко понимать вот эту меру для для вас что для вас является наиболее таким правильным грамотным источником вдохновения и в каких количествах ну например там я вот про себя прекрасно знаю что если я два месяца никуда не уезжаю я начинаю киснуть у меня портится настроение уже не вдохновение ничего мне не нужно раз два месяца где-то желательно на недельку уехать если чаще это уже мне слишком и вот каждый для себя там кому-то нравится смотреть артхаус кому-то нравится что-то еще ну вот вот этот поток нового вашей жизни обязательно должен быть потому что все вот эти вот истории когда поэт или писатель или художник уехал куда-то там вглубь заперся в в доме и написал шедевр ну мне кажется довольно мало реалистичной вещи то есть может быть он настолько интенсивной жизнью жил вот до этого момента что вот он на этих впечатлениях написал но все-таки шедевры создаются как-то так вот с потоком нового хорошая практика это написать список нового и раз в неделю что-то сделать на этой неделе я схожу на танго посмотрю как там через неделю прыгну с парашютом что-то приживется что-то нет но согласитесь если вы прыгнете с парашютом то ну на цикл сонетов должно ухватить наверное вдохновение если живы останетесь следующий момент как правило желание что-то сделать дается с куском энергии на это и эту энергию надо использовать ну например лежу я на диване и вдруг мне захотелось написать статью про вдохновение я конечно могу продолжать лежать на диване но тогда этот импульс очень быстро уйдет и на следующий день я вспомню что да у меня была такая мысль написать статью но что-то как-то уже других дел много а если я вот прям сразу встану и пойду и хотя бы там набросаю тезисы ну вот закреплю вот этот вот свой импульс то шансов на то что эта статья получится ну появится ну сильно возрастут и тут очень но тут очень важно организм не обманывать потому что предположим вы лежите на постели без сил сейчас осень такое время я думаю это многие практикуют вдруг вам приходит идея там кто-то смеется то есть да практикует вдруг вам приходит какая-то мысль хорошая ну например да господи каких я примеров то еще не приводил ну написать пост в фейсбуке пусть будет так у вас поднимается энергия значит вы встаете с постели и тут видите немытую посуду и говорите ну как же я пойду писать пост в фейсбуке когда посуда не помыта и вместо того чтобы идти писать пост вы идете мыть посуду то есть вы себя обманываете и организм понимает что вы его обманули но это все равно что вы я не знаю дали ребенку деньги на то чтобы он пошел в кино а он купил себе жвачек на эти деньги в следующий раз вы ему денег не дадите наверное да то есть себя обманывать не надо если у нас поднялась энергия вот именно на это желание то именно его и нужно делать потому что именно это хочется именно на это энергия поднялась иногда это мелкие желания то есть вдохновение вот довольно часто люди хотят чтобы вдохновение это было таким сметающим потоком так бывает но не всегда так иногда вдохновение это тихий ветерок тем не менее который вас все равно двигает в направлении цели и если мы максималистки считаем что вдохновение это обязательно цунами 15 метров иначе это не считается то все вот что меньше 15 метров мы пропускаем не получаем удовольствия и не делаем то что могли сделать поэтому не ждите цунами так у меня там написано про собаку Павлова но я не буду говорить про собаку Павлова а лучше расскажу вам про лимон ну каждый наверное имел в жизни общение с этим фруктом то есть вот вы берете лимон берете острый нож у него такая вот желтая глинцевитая поверхность вы его берете ножичком так режете на тонкие-тонкие кусочки так что вот они прям прозрачные были чуть-чуть сока проливается на доску потом еще один кусочек отрезаете ну не знаю как у вас у меня рот слюной наполнился хотя ну лимона у меня нет кстати в гримерке есть лимон очень хорошо как раз мелко нарезан тем не менее слюна выделяется что это такое про это как раз говорил Павлов мучая собак это называется условным рефлексом то есть некий стимул вызывает определенную реакцию человека и это тоже можно использовать для для получения вдохновения в частности ну например в НЛП это называется якоря и ну например если вы в аэропорт приезжаете только отдыхать то есть только вот в Турцию летаете то вы просто приезжаете в аэропорт а вам уже радостно и даже если вы видите в фейсбуке картинку кто-то запостил аэропорт или крыло самолета или так билеты красиво лежат загранпаспортом на столике вам уже радостно потому что вы аэропорт у вас ассоциируется с радостью а если вы например часто летаете в командировке ну то уже ассоциации становятся не такими очевидными это якорь и у каждого человека этих якорей вот этих связок десятки сотни и почему бы их не заставить служить там творчеству вдохновению то есть хорошая идея это оборудовать творческую зону то есть место где мы всегда занимаемся любимым делом вот скажем вот этот стол и вот этот стул я тут только пишу сонеты и через какое-то время просто вот тот факт что я сюда сел и взял ручку ну как будет вызывать у меня определенное поднятие тонуса тот же моем писал четыре часа каждый день в одно и то же время это тоже якорь то есть одно и то же в одно и то же время у пастернака его условия для вдохновения сейчас не помню про это быков писал в своей автобиографии там был точно убранный стол обязательно должен быть убранный остроточенный карандаш и очень крепкий черный обжигающий чай это вот те якоря которые ему были нужны для того чтобы войти в состояние творчества якорями может быть все что угодно это может быть место это может быть запах это может быть мелодия скажем если у каждого из вас есть мелодия под которую вы там я не знаю первый раз поцеловались на школьной дискотеке с кем-то и до сих пор если вы эту мелодию слышите вам становится да я вижу что хорошие дискотеки в вашем городе то есть вам становится хорошо и в принципе вот создание вот такой творческой зоны это действительно действительно очень работает вплоть до того что у вас могут быть творческие тапочки я не знаю что тапочки какие-то любимые которые вы одеваете когда занимаетесь любимым делом кстати не помню про какого-то я читал писателя который у которого для он писал рассказы и у него для каждого рассказа была своя шляпа и вот он одевал шляпу это значит что вот он сейчас работает над этим рассказом это помогало ему как-то вот входить в образ используйте якоря это прям действительно сильно работает так следующий момент вдохновение может действовать так двумя путями первый путь это когда вот у вас есть энергия вы и вы бежите что-то делать ну например вы моетесь в душе вдруг вам приходит идея как заполнить налоговую декларацию вы прямо это вытираетесь и прямо к столу чтобы это все записать это первый путь и но так бывает не всегда иногда вдохновение приходит в процессе деятельности ну там например вы вам нужно написать статью вы садитесь и видите перед собой что чистый лист боязнь чистого листа проблема такая очень серьезная мы сразу хотим начать писать шедевр а из нас этот шедевр не идет и тут конечно можно вот его ждать вот так вот сидеть но ни к чему хорошему это не приводит либо можно начать писать что придет в голову писать что придет в голову и в какой-то момент может быть вот от того что вы делаете вас вот этот поток вдохновения поднимет у меня так бывает довольно часто я себе даю время то есть если вот я скажем ну мне надо написать какой-то текст например или там я работаю над картинками своими если я в течение 20 минут не чувствую вот этого вдохновения вот этого что у меня пошло я иду делать что-то еще но я попробовал я попробовал ну наверное где-то в половине случаев у меня получается в половине случаев не получается но это хороший процент я считаю вместо того чтобы сидеть ждать но тут очень важно не ставить себе никаких требований дескать вот раз я сел вот у меня творческая зона я сел за стол у меня сейчас должно вот пописал 15 минут и у меня должно начать вот так это не работает то есть тут все-таки надо я попробовал у меня получилось ну либо не получилось очень грустно я попробую в следующий раз следующий момент довольно тоже интересный это размер задачи над которой мы работаем размер задачи важен потому что чтобы испытать вдохновение задача должна вас захватить целиком поэтому если мы ставим себе слишком легкую задачу нам становится скучно но обычно возникает вторая проблема потому что если мы слишком сложную себе задачу ставим нам становится тревожно то есть предположим если я там хочу стать писателем и сразу замахиваюсь на роман скорее всего у меня ничего не получится потому что это очень сложно если я там хочу написать для начала пост в фейсбуке или в инстаграме вот это задача для меня посильна то есть очень важно чтобы задача была вот в коридоре чтобы с одной стороны вам не было скучно а с другой стороны чтобы у вас не придавливала тревога то есть вот кураж такой вот интересно как это будет это очень правильные эмоции но если тревога придавливает это значит вы слишком такую серьезную задачу перед собой поставили хотя у нас в обществе вроде как считается что люди которые ставят себе практически невыполнимые задачи они молодцы практически невыполнимые задачи они как правило и не выполняются и прокрастинация то есть откладывание на последний момент каких-то дел имеет много причин но одна из причин это как раз организм понимает не я это для меня слишком сложно я это делать не буду я под любым предлогом от этого буду уходить и понятно что и скука и тревога оно вдохновение блокирует эти эмоции и мы его не испытываем поэтому вот важно правильно выбирать размер задачи и усложняться со временем то есть понятно вот сейчас мы усложнились чуть-чуть сделали задачу чуть-чуть выросли и следующую задачу мы ставим еще сложнее и так вот маленькими шажками мы идем и тогда мы можем вот эту радость творческого процесса сохранять если мы сразу ставим задачу слишком сложную на нас наваливается тревога которая нас блокирует есть конечно очень волевые люди которые эту тревогу преодолевают и задачу достигают но мне кажется что это очень излишняя такая трата энергии силы этого можно добиться легче ну вот мы подошли уже к последнему пункту он про то что очень важно давать себе отдых потому что вдохновение это напряжение всех сил и если вы не будете отдыхать вы просто сгорите заболеете то есть после вдохновения всегда требуется отдых очень неправильно когда вы себе говорите ну вот у меня вчера меня поперло у меня очень хорошо там не знаю писалось рисовалось фотографировалось сегодня надо еще круче чего это я сегодня ленюсь вы ленитесь потому что вам нужно восстановиться после всего этого дела после вот этого подъема энергетического и надо дать себе такую возможность потому что эксплуатация вот этого вот этого ресурса ведет к вгоранию очень важно не саживать энергию в ноль потому что у меня вот на случай на съемке был случай недавно значит я с девочкой занимаюсь индивидуально там модель там мы по-разному работаем со светом все очень хорошо все ученицы во вдохновении прямо у нее глаза горят я вижу что глаза потухли я говорю Оль давай это прекратим она говорит нет ты чего давай время в студии оплачено давай продолжать 10 минут и она просто в какой-то момент садится и так вот взгляд нефокусированный в одну точку и все и для нее проблема там дойти до машины потому что человек проскочил вот эту границу садил все в ноль и и все и вот если вы испытываете апатию когда вам ничего не хочется это значит что вы вот эту границу проскакиваете и это очень легко сделать состояние вдохновения потому что у вас подъем вас несет тем не менее если вы чуть-чуть оставите топливо чтобы долететь до аэродрома обратно а ваш организм вам за это скажет большое спасибо а если вы садите все ну вот вы упадете как коптер у которого закончилась батарейка он просто камнем камнем упадет вниз ну вот я например периодически делаю перерывы такие паузы я даже в свое время на 45 минут ставил таймер на телефоне и спрашиваю себя ну вот я сейчас как достаточно у меня еще сил что-то делать дальше или надо перерыв сделать пойти чаю выпить сериальчик посмотреть еще что-нибудь и это очень правильно потому что апатия это опасное состояние из него довольно тяжело выйти ну и естественно надо уметь отдыхать потому что если работа любимая а тут много таких людей естественно есть искушение работать 24 часа в сутки особенно на подъеме правда особенно когда есть работа приводит это к выгоранию рано или поздно то есть если вы более физически сильный человек это произойдет позже если вы физически более слабый человек раньше но произойдет точно так собственно давайте посмотрим еще на весь список что я предлагаю это быть здоровым иметь поддержку наслаждаться процессом делать что хочется отдыхать делать то когда хочется это такие составляющие хорошей жизни и даже если вы не попадете вот прям сейчас в состояние вдохновения ну согласитесь от этого от всего жизнь становится лучше а в вдохновение попадете в следующий раз поэтому я я призываю вас относиться к вдохновению как к подарку как к тому что случилось это естественно не гений который живет у вас в творческой зоне но это что-то что могло не произойти могло произойти и произошло но не требовать от себя этого потому что никто не даст вам гарантию что это произойдет со стопроцентной вероятностью если вы работаете на то чтобы попадать в это состояние чаще вы будете попадать чаще но это все равно будет некая вероятность и ничто так не убивает вдохновение как это то что вот оно мне должно оно мне должно наступить я все сделал я вчера посмотрел новый сериал я сходил погулять моя жена меня поддерживает у меня тапочки творческие почему не наступает нет вдохновение наступает когда вы поглощены какой-то деятельностью и ничего кроме этой деятельности в вашем сознании просто не помещается тогда оно наступает может наступить а может и не наступить и очень неправильно ждать вдохновения когда я вот сажусь в этой самой творческой зоне и говорю ну все давай приходи приходи значит я ставлю себе сериал чтобы получить новые впечатления так и смотрю 8 минут прошло вдохновения нет непорядок то есть делайте дело не концентрируйтесь на себе и вот это вот вот этот поток вас поднимет ну и чем больше вы чем чем больше вы мастер в вашем деле тем лучше оно у вас получается и тем легче вам попасть в состояние вдохновения если вы даете себе труд делать что-то новое ну собственно наверное это последний момент моей обязательной программы вот я предлагаю всем оставаться на связи я люблю общаться я люблю общаться мне можно и нужно задавать вопросы я надеюсь что как-то мы поговорим и сейчас вот мои контакты на всякий случай в фейсбуке я довольно часто делаю всякие живые трансляции обучающие там можно это дело посмотреть а теперь я думаю что мы готовы к разговору спасибо огромное вам юрий на самом деле очень интересно и уверена что все найдут себе что-то полезное в ваших таких полезных советах шагах а сейчас на самом деле у нас свободный микрофон и все желающие могут подойти и задать свой вопрос если вдруг осталось что-то что не удалось выяснить в процессе лекции здравствуйте хотелось бы услышать ваше отношение к психостимуляторам ну то есть я понимаю да как бы они бывают разные например там легальные нелегальные ну например вот многие же писатели там поэты и прочие люди они очень активно использовали ну я не беру нелегальные какие-то вещи ну вот например никотин например Веллер говорит что курящие люди создали цивилизацию вот как вот эти вещи относятся ну про нелегальные вещи мы говорить наверное действительно не будем и даже к легальным стимуляторам я отношусь довольно плохо потому что формируется зависимость ну и курение это зависимость и с одной стороны вы действительно можете создать но другой вопрос какой ценой то есть одно дело посмотреть новые сериалы другое дело получить там рак легких рак гортани если мы говорим о курении кстати интересная история она это к тому что стимулировать себя можно по разному например есть такая техника холотропное дыхание может быть может быть слышали это вот про то что вы дышите особенным образом под определенную музыку и впадаете в такое слегка измененное состояние создатель этой техники Станислав Гров в свое время но он вообще исследовал измененное состояние сознания и в начале своих исследований он использовал замечательную штуку которая называлась ЛСД а потом жалость какая оказалось что это наркотик причем очень неприятный наркотик и в итоге он вот вот этот комплекс своего дыхания придумал и это тоже довольно хорошо помогает войти в измененное состояние сознания я ответил на ваш вопрос еще можно еще один вопрос а что делать ну людям вот вы в начале сам разделили вот это нервное как или невротическое да и вы упомянули этот момент что понятно что это состояние при котором люди войдут в историю предположим а что делать а вот ну как бы это обычное вдохновение ну низковероятность что ты там что-то шедевр какой-то там грандиозный создашь а что делать таким людям которые вот хотят войти в историю пусть даже ценой там не считают как им войти в это вот состояние нервического вдохновения я такое говорил ну так давайте по частям значит во-первых я сказал что вот эта история со здоровым вдохновением она намного менее такая романтичная я не сказал что она менее продуктивная ну например Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворение я помню чудное мгновение в альбом знаете что такое альбом это у каждой барышни в 19 веке был альбом куда там писали всякие милые глупости это как сейчас инстаграм где каждый может комментарии писать вот и естественно если вы вам барышня нравилась и вы вроде такой романтический человек да еще и стихами умеете писать то вы пишете стихами и это пишется ради вот фана это как раз из здоровой части было написано Александром Сергеевичем и уже много десятилетий школьники нашей страны его учат наизусть вот вам пример это не не это